Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня поговорим с вами еще об одной агрономической хитрости, а именно о таком маячковом растении, которое называется баклажан. Каждый, кто имеет у себя в арсенале защищенный грунт, теплицу, ну просто должен посадить внутри хотя бы один баклажан. Причем разместить его надо поближе к двери, сейчас объясню почему. Почему? Паутинный клещ очень любит баклажан, и если у вас в теплице имеется баклажан, в этом случае он нападет на него первым. Часто очень путем проникновения паутинного клеща в теплицу являются двери, он может просто с ветром туда залететь. Ну, конечная конструкция теплицы, если паутинный клещ был у вас в прошлом году. Конечно же, почва, если у вас был клещ в прошлом году, вообще про паутинного клеща у нас есть отдельное видео про клеща и про то, как с ним бороться. Найдите его, посмотрите у нас на канале, это важно. Так вот, зачем сажать баклажан? Для того, чтобы до того, как паутинный клещ нападет на ваши растения в теплице, чтобы вы сразу могли его по симптомам характерным обнаружить у себя в вашем хозяйстве. Поэтому обязательно посадите один, два по разным углам теплицы, для того, чтобы паутинный клещ может двигаться с какой-то стороны, даже с середины теплицы в разные стороны. Очень по-разному он себя ведет. Поэтому одно растение или несколько по возможности разбросайте по своей теплице. Осматривайте так часто баклажаны, как только вы можете. Разумеется, что вы можете проводить борьбу и на этом баклажане маячковом, если уже он там появился, этот паутинный клещ, и на всех остальных растениях. Предупредить распространение паутинного клеща гораздо легче, чем от него избавиться. О способах борьбы, как я уже сказал, смотрите на нашем канале. Не забывайте, что вот такие ранние способы диагностики являются очень и очень эффективными и очень помогают содержать наше растение здоровыми. и высокоурожайными. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!